Приветствую вас. Насколько я знаю, для выхода из треугольника Карпмана применяют специальную технику, вот, например, техника трёх стульев, вот, и работают с личной ответственностью, Владимир. То есть, вот, основная характеристика жертвы и то, для чего, собственно говоря, ей жертва, то есть, нужен спаситель, как раз, это отсутствие личной ответственности за то, что человек делает. То есть, грубо говоря, индивид принимает какое-то решение, индивид принимает решение как-либо поступать, да, вот, и он не принимает ответственности на себя за то, что, ну, за то, что происходит. Индивид, по большому счёту, пытается напротив ответственности избежать, и в этом заключается основная проблема. Поэтому, с одной стороны, вам необходимо осознать, где границы, то есть, да, вот, где границы вашего жертвенного поведения. Какие бонусы вы получаете от жертвенного поведения, потому что есть то, ради чего вы это делаете, есть, так сказать, выгода, ради чего вы это делаете. И, собственно, работать с личной ответственностью, кого вы, очевидно, боитесь. Вот, собственно, то, что вам поможет из трехгольника Гартмана выйти. Так, значит, вы пишете, что сейчас понял, что очень долгое время играла позицию жертв, и постоянно попадает в трехгольник Гарри Гартмана. А в результате чего вы это поняли? Я немножко с подозрением отношусь к тому, когда люди используют такие вот термины, потому что склонны, ну, пряпаться, условно говоря, за ними. Это касается соотношений, социальной жизни, работы, спорта, любых жизненных обстоятельств. За долгие годы выработал привычку жаловаться, соседовать на кого-то, строить себя несчастного, искать утешение, чтобы придать силу на время. Здесь вы говорите про, как раз таки, перенос ответственности. То есть, если я жалуюсь, если я ищу утешение, если я считаю на что-то, то я считаю, что то, что со мной, условно говоря, происходит, этого быть не должно. Вот. Вот это, кратко, вопрос личной ответственности. А что такое личная ответственность? Это осознанность и принятие мотивации и сути своих решений. Как только что-то начинает налаживаться, я создаю прецедент, чтобы снова впасть в состоянии униженного, разбитого, недооцененного, зала, как сословка складывается и как мирность провели в камне. Здесь я полагаю, что вам нужны внешние ограничения и ограничения, то есть, вы не привыкли полагаться на себя, вы не привыкли доверять себе, вы не доверяете своим чувствам, вы боитесь им доверять. Есть проблема такая, то есть внешние границы, внешние ограничители нужны людям, которые не доверяют себя, которые нужно, чтобы если кто-то ограничивал. И в данном случае это те обстоятельства, которые вы, условно говоря, под себя подстраиваете, и, соответственно, спаситель, как бы говорит, тоже ограничивает вас, как бы извне. Приобрел панические атаки, алкоголизм, депрессия, апатия, 9 в 11, социальные мысли. Я не думаю, что что-то из этого, что всё из этого связано с вашей позиции жертвы. То есть, ну, грубо говоря, панические атаки это про желание и про угрозу, про личные границы. Алкоголизм это про необходимость, с одной стороны, себя обвинять и про подрядность любви, с другой стороны. Депрессия это, ну, если это диагноз у вас именно, то есть депрессия это болезнь, её нужно диагностировать. В любом случае это определённые негативные установки с одной стороны и подавление своих же чувств с другой стороны. Апатия это состояние, связанное с духовным прессингом, чувство одиночества это непринятие себя, ну и социальные мысли это, соответственно, про бессмысленность, про ненаполненность своей жизни. Хочу из этого выбраться, я бы сказал, что это некорректный поставленный вопрос, потому что вибрации не нужно, вам это состояние вам для чего-то, условно говоря, дано. Вот, это состояние появилось у вас не случайно, вот, и нужно разобраться как оно появилось, как оно стало возможным. Потому что на ровном месте, вот, просто так оно не появилось. Вот, поэтому здесь нужно смотреть, здесь нужно смотреть, здесь нужно исследовать, вот, и ни в коем случае не заниматься тем, чем вы занимаетесь. Ну, понимаете, вы сейчас опресану. То есть, вот, вы, ну, жили, условно говоря, какое-то время в определенном состоянии своем. Вот, и я полагаю, что вы хотели жить в нем. Я полагаю, что в некоторой степени вы защищали, вы защищали свое такое состояние. Вот, потому что вам, наверное, 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 было страшно. Вот, а сейчас вы его, сейчас вы его, по большому счету, деидеализируете. Вот, ну, это, по сути, те же крайности, только оно немножко в другом векторе. То есть, как бы, крайность и те же направления разные. По всем счету, это одно и то же. Что, что вы делаете сейчас? Поэтому нет. Обрицать ваше состояние не самая лучшая идея, вот. А, напротив, принять его и посмотреть зачем, для чего оно вам. Это, вот, то, что, ну, необходимо сделать. Вот, если у вас есть подозрение на депрессию, если у вас есть навязчивые суицидальные мысли, то имеет смысл обратиться к врачу, к врачу, к психиатру, к психотерапевту. Для того, чтобы вам, ооо, ваше состояние немножко эсккупировали. Вот, и сделали вас, условно говоря, например, более, ооо, восприимчивым, ооо, к психотерапии. В противном случае, просто могут возникнуть коллизии. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.